Я знаю, что все равно Бог будет говорить то, что Он запланировал сегодня. Говорить через Анатолия, через нас, через вас. Но я хочу, чтобы мы поговорили сегодня, вот именно в тот момент, когда мы говорим о Сухоте. У нас сегодня конференция все-таки посвященная празднику Сухот. Мы хотим, я хочу поговорить, что о посвящении себя Богу немножко. Потому что мы должны на 7 дней сейчас посвятить себя Богу сегодняшнего вечера в курсе, да? А что значит посвятить себя? Это отдать свою жизнь Богу. А что значит отдать свою жизнь? Умереть за Него? Возможно, не знаю. Но к этому у нас Бог не признан. Бог вообще не хочет, чтобы мы умирали. Хочет, чтобы мы жили вечно, если кто не в курсе. Я хочу, чтобы мы поговорили о том, чтобы Бог рассказал нам сегодня, и мы поняли в сердце своем, что для нас посвятить себя Богу – это довериться Богу полностью на 100%. Потому что иначе это не посвящение. Когда, знаешь, я вот, давай, Бог, я тебе в этом доверю, тут ты сам справлюсь. А уйдеть вот это уж твое. Так не работает. И мы сегодня поговорим об этом. Если у вас есть какие-то вопросы из жизни, я хочу, чтобы мы сдавали. У нас будет такой немножко бриф. И мы будем сейчас молиться. Я хочу, чтобы Анатолий… Анатолий, выходи сюда, садись на стульчик. Я знаю, что… Опять перерыв? Опять перерыв? Ну, две минуты. Две. Ну, давайте. У нас свободное хождение. Пожалуйста, все записывается. Каждый вход и выход записывается. Но вы благословенны на входе и на выходе. Анатолий, выходи сюда. И режим вопросов и ответов, молитв. Может быть, есть какое-то слово, которое будет приходить к нам во время этого служения. И давайте будем как-то действительно это в формате такого брифа делать, чтобы услышать слово Господу. Захотите услышать. Я вам раскрою один секрет. Что для того, чтобы услышать слово от Господа, нужно захотеть его услышать. Знаете, воду Бог на нежаждущие не изливает. Нужно действительно захотеть. Давайте мы с вами захотим, помолимся и будем об этом говорить. Аминь. Слава Богу, что, как Иисус сказал, что я вижу Отца Творящего. И я очень рад, что я видел, когда молился за пастора Виеля. Теперь это материализовалось. И это действительно подтверждается. Я не знаю, насколько тогда он понимал. Понимаете, есть вещи, которые пророк может увидеть гораздо дальше. За что люди не понимают, потому что на самом деле они не понимают, это правда. Просто поймите, когда пророк, он реагирует гораздо раньше любой ситуации. Он работает на опережение. И вот здесь, конечно, понять многие вещи, то, что видит пророк, конечно, невозможно на том уровне. Здесь только можно поверить или не поверить. Но, конечно, использовать надо Писание. И все пророчества надо испытывать. Поэтому, естественно, так же, опять же, правда, то, что это не всегда бывает, что человек это сделает. Когда Бог говорит, я хочу вот так, вот так, вот так. Но это не означает, что этот человек послушается. Но знаете, что удивительно? Если ты говоришь, Господи, да будет твоя воля, даже вопреки твоим каким-то непониманиям, Бог сделает по-своему. Поэтому, даже если ты не понимаешь Бога, молись так, да будет твоя воля. Не моя, да будет твоя воля. Не надо сразу проклинать пророка, знаете, находить крайних. Да вот пророк не такой там, да вот пастор не такой, да вот там. Нет. Ты не надо это умом понимать. Просто сказать надо Аминь. Написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Когда Бог ему говорил, я не думаю, что сто процентов он все понял. Он не мог сто процентов понять, но он сказал Аминь. Он согласился. И это вменилось ему в праведность. Поэтому сейчас все, что от нас требуется, это согласиться. Да, Господь, я не знаю, но Аминь, я с тобой соглашаю. Если это ты хочешь, сделай, как ты хочешь. Но как это ты сделаешь, я даже сам не понимаю, как ты это сделаешь. Поэтому написано, что Авраам, он был уже в преклонном возрасте. А Сара так вообще, она уже у нее обыкновенность закончилась. И когда Господь говорит ему, что у него будет сын, Авраам поверил. Сара засмеялась, усмехнулась. Мне ли, говорит, иметь такое утешение? А Господь сказал, а что это Сара смеется? Не смеялась, говорит я, смеялась ты. То есть Бога не обманешь все равно, да? А почему посмеялась? Ну потому что по-человечески, да, это никак невозможно. А если что-то Богу невозможно, Богу есть все возможно. Аминь. Просто надо Ему доверять.